Здравствуйте, дорогие телезрители телеканала «Импакт». Мы рады приветствовать вас в программе «Влияние». Меня зовут Кристина, и сегодня мы поговорим на тему «Здоровый образ жизни». Итак, я с радостью представляю уже всеми нами полюбившуюся нашу подругу Людмилу Батрончук. Люд, привет! Привет, Кристина, рада же тебя. Ты уже давным-давно не гость у нас, ты у нас своя. Мы все очень рады тебя видеть и всегда с радостью ждем твоих телепередач, потому что для нас очень важно узнать, какие именно основы здорового питания и все к этому прилагаемо. Итак, сегодня твоя тема «Основы здорового образа жизни», как я поняла, да? Да, у меня было очень много просьб от телезрителей и радиослушателей немножечко раскрыть эту тему, и я решила об этом поговорить сегодня. Эта тема будет «10 принципов оптимального здоровья». И это очень важно в наше время знать, именно как за собой ухаживать. Я имею в виду и внутренне, и наружне, и духовное, и душевное, и телесное. Многие как бы не уделяют времени этому, но это очень важно, потому что мы являемся все-таки храмом Духа Святого, который живет в нас. Аминь. Дело все в том, что написано в Писании, что от недостатка видения гибнет народ, да? И когда я работаю с клиентами, я вижу, что многие люди думают, «О, я начал кушать органик, еду, уже все хорошо». И забывают, что существуют определенные принципы, которые необходимо соблюдать, и это все в Писании написано. Бог, существуют законы гравитации, да, которые невозможно, нельзя нарушать. Если мы их нарушим, мы страдаем, знаем мы это или нет. То есть если ребенок не знает, залез на крышу, упал и пострадал, да? То есть есть определенные законы, которые существуют, которые нельзя нарушать. И если мы их следуем, то тогда у нас есть оптимальное здоровье, как Духа, Души и Тела. Потому что мы как микровселенная существуем, у нас есть Дух, Душа и Тела. И когда мы упускаем какую-то одну из сфер, мы начинаем страдать. Давай вот как раз, так как у нас эфир всего лишь один час. Немного. Мы сразу же возьмем, о скольких законах ты хочешь сегодня поговорить по возможности. Ну мы, я коснусь всех десяти, то есть каждый из них назову, какие они, каждый из них. А, ну, сколько мы успеем покрыть, то постараемся покрыть. Ну, начинаем с первого. Итак, первый закон. То есть первый закон — это мысли, это сила нашей мысли. Второй закон — это эмоциональное здоровье. Третий закон — это целостность. Я буду рассказывать о каждом из них вкратце. Четвертый — это воздух, то есть наше дыхание. Пятый — это вода. Шестой — это питание. Седьмой — это солнечный свет. Восьмой — это физические упражнения. И девятый — это полноценный отдых. И десятый — это чистый быт. Вот эти десять законов. И что интересно, что очень важно соблюдать эти все законы полностью, всецело и постоянно. Если мы нарушаем какой-то из этих законов, мы начинаем страдать. Начинаем с первого, с мыслей. Да. Всё начинается с мысли. Мысль — это как бы вот всё, что мы делаем в своей жизни, сознательно или подсознательно, это начинается с мысли. То есть насколько наше мышление работает, насколько мы мыслим, о чём мы думаем. Если мы думаем, что это вот хорошее для меня, мы будем это делать. Если мы думаем, что это плохо для меня, то есть мысль, а мысль, конечно, появляется от знания. Ну, наверняка, не зря вот бытует такое мнение, что есть оптимист и есть пессимист. Это всё же, наверное, от мысли идёт. Конечно. Ты сам выбираешь, кем ты хочешь быть. И что интересно, люди говорят, ой, я такой родился, вот у меня я пессимист, скажем, да. Но дело всё в том, что Бог не создавал пессимистов как таковых. То есть Бог создал человека, чтобы он... Написано, что каковы мысли человека, таков и он. То есть Писание нам говорит, что если мы несём ответственность за наше мышление, и если мы не следим за тем, чтобы у нас было правильное, чистое мышление, тогда у нас появляются нечистые мысли, не Божьи мысли, и тогда мы начинаем страдать. И от этого начинает страдать, естественно, наше здоровье. Учёными доказано, что 87 до 95% заболеваний являются причиной мышления человека. Это учёные доказали. А Библия говорит, занимайтесь обновлением ума вашего. Ума вашего. Абсолютно. Это вот нужно вот именно заниматься, это нужно себя заставлять позитивно мыслить. Это не происходит само по себе. То есть если мы ежедневно посвящаем время для изучения Писания, для изучения принципов духовных, душевных и физических, которые существуют в этом мире, которые Бог заложил, и если мы их будем следовать, тогда мы будем здоровы всецело. Ну вот смотри, а у некоторых людей бывает вот именно чёрная полоса. Ну это даже не смешно, честно. Кто-то один умирает, второй, третий, и всё вокруг, он ломает ногу, он там потом вообще… Почему это вот так происходит, что вот именно вот такая долина испытаний, и как в этой долине испытаний научиться мыслить правильно? Это нелегко, но опять-таки очень часто мы… И, кстати, учёными доказано, что наши страхи, они чаще всего остаются несбытыми, то есть не сбываются. Очень часто человек думает, ой, вот это произойдёт, это произойдёт, и он постоянно ходит, вынашивает это. И написано даже вот в последнее время, люди будут издыхать от ожидания бедствия. На сегодняшний день много постоянно людей это ожидают, другое ожидают, живут под страхами. То, чего часто не случается в жизни. Окей, написано, будут издыхать, да? Да. Вот если физически подумать, почему они начинают умирать от этого? Потому что они начинают думать очень много, и у них начинаются какие-то нервные заболевания, что поражает? Конечно. Порождается. То есть я хочу ответить вначале на вопрос, когда в отношении, когда у человека чёрная полоса, так называемая, да, то есть это есть вещи, которые, обстоятельства, которые складываются в нашей жизни, которые не подвластны нам, скажем, да, и что-то произошло. Но наша реакция будет зависеть, как мы отреагируем на ту или иную вещь. И исходя из знаний, Бог говорит, чтобы мы всё возлагали, все заботы на Него, да? То есть в любой ситуации наша задача оставаться, искать мира и покоя, которые приходят от Бога. И когда мы находимся в состоянии Божьего покоя, тогда мы видим, нам намного легче проходить ту или иную ситуацию. Окей. Под законы такие, под мыслями. Значит, первое, нужно читать Библию. Да. Второе, молитва. Третье, это славить Бога, да? Абсолютно. Когда мы начинаем славословить, можно слушать музыку. Да, у нас открываются двери. Когда мы славословим Бога, Божье присутствие приходит, и тогда у нас происходят невероятные вещи сверхъестественного порядка. На самом деле, моя хорошая подруга Ольга Голикова, она говорит, вначале, перед тем, как что-то хотите просить у Бога, накройте Ему стол из благодарности. Аминь. Как только вы накрываете Ему стол из благодарности, Богу очень приятно, Иисусу Христу очень приятно слушать это, и Он отвечает с большой охотой. Абсолютно, абсолютно. Бог хочет, чтобы мы находились в Его присутствии, Он жаждет этого, и Он хочет, чтобы мы, именно, когда мы в Его… Написано, Бог есть крепкая башня, убегает в неё праведник и безопасен. Если мы находимся в безопасности в этой башне, и это начинается опять-таки вот с нашего мышления, с наших мыслей. Наверняка ещё нужно обязательно всегда знать, что не всегда так будет. Даже если что-то плохое, не всегда так будет. Если хорошее, тоже не всегда. Тут всегда бывают разные моменты в жизни, при которых Бог нас учит, делает нас сильнее. И, конечно же, Он нам разрешает и отдыхать в жизни иногда. Интересно, что учёными доказано, есть много исследований на эту тему, именно как работает наш мозг. И что интересно, очень часто человек… Мы когда не задумываемся, что мы делаем, идём по накатанной, и не обращаем внимания, что происходит, как мы дышим, как мы думаем, мы не видим этого. А когда мы начинаем обращать внимание, мы видим, что у нас есть определённые мысли. Например, когда я, бывает, разговариваю с маленькими детьми, которые где-то передалось им генетический пессимизм. Как это можно… Пессимизм генетический может передать? Да, то есть образ мышления. То есть это передалось от предков. То есть Бог этого не создавал. Расскажи пример какой-нибудь. То есть вот человек… Когда я консультирую людей, бывает я разговариваю с подростком, и говорю, ну как твой день начинается? Он говорит, ну как, не очень. Ну вот, говорит, встаю, ну что мне, в школу иду, говорит. Холодно утром там, или вставать не хочется, хотелось бы отдохнуть. И вот такая жизнь тяжёлая. То есть ребёнок даже в подростковом возрасте, в детском возрасте видит себя, свою жизнь тяжёлой. Потому что у него этот образ мышления. Сразу же вспомнила аллегорическую историю. Такой маленький мальчик вернулся из деревни от бабушки домой после каникул. Маленький совсем. И хает, можно сказать, правительство о том, что пенсия маленькая. А сам он совсем маленький. То есть да, это окружающая среда, конечно. Образ мышления у нас развивается от окружающей среды, в которой мы находимся. Это может быть или благословлять нас, либо отравлять нас. И когда другой ребёнок встаёт, у него всё хорошо. Ой, дождик капает, хорошо. Солнце светит, хорошо. Он встаёт, он говорит, ой, доброе утро всем. Он ходит и радуется. То есть есть вещи определённые, которые генетические. Но это также можно развивать в ребёнке и объяснять ему вещи. Что ты, когда встаёшь, ты должен учиться этому, дисциплинировать себя. И когда мы начинаем дисциплинировать себя, и у нас вырабатываются привычки. Привычки — это то, что мы делаем постоянно. И когда мы начинаем менять вещи, берёт где-то 21 день в среднем, чтобы поменять привычку. И когда человек делает вещи, он, скажем, начинает с утра, вместо того, чтобы думать, варить эти мысли, которые с утра у него негативные, он начинает размышлять. Он берёт, на столе, скажем, кладёт писание. Он с утра начинает читать Слово Божие, обетование. Он говорит, хм, это здорово. Он уже тогда не видит этого утреннего холода или каких-то ещё других обстоятельств. И человек, я понимаю, когда там взрослые люди, они там могут свои кучи проблем, какие-то экономические проблемы или физические, что угодно. Но когда я сейчас говорю о детях и подростках, которые вот с самого рождения начинают вот такие вот вещи у них, и это всё образ мышления. И это где-то 5% нашего мышления передаётся нам генетически, потом определённый процент, когда развивается из окружающей среды и прочее, прочее. То есть иногда люди… Есть такая даже программа детоксикации мозга. И именно в этой программе обучается… Есть обучение, как очистить свой мозг. И по причине негативных мыслей у нас вот начинают развиваться заболевания. И что интересно, учёные увидели, что у человека, который мыслит негативные мысли, у него в голове наши мысли, они имеют физическую форму. И они как бы как сухие деревья. А когда человек мыслит позитивную мысль, он наполнен любовью, миром, радостью. Вот 9 плодов Духа, да, мы видим. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, крутость, воздержание. Это всё то, что Бог хочет видеть в нас, когда мы возрастаем мужа совершенного. И когда мы находимся в этом состоянии, у нас в мозгу растут такие деревья, которые имеют физическую форму, как пышные цветущие деревья. То есть учёные могут, просканировав мозг, увидеть, какие мысли у человека. Люд, вопрос. Ты когда-нибудь читала книгу «Полианна»? Нет. Не смотрела фильм? А, фильм смотрела, да. Про замечательную девочку, которая везде искала хорошую, даже в самом плохом могла найти очень хорошую. Даже ей как-то подарили на Рождество костыль. И она почему-то была рада, что кто-то другой не сломал ногу и достался ей костыль, и она может с ним играться. Ну, как бы, дорогие друзья, всем советую посмотреть фильм «Полианна», либо прочитать книгу. Это очень интересно. Также прочтите своим детям, чтобы именно вот эта книга во мне, ещё в детстве поменяла вот это мышление. Мне было очень интересно играть в эту игру, как в этой книге, когда ещё была совсем маленькая девочка. Да, она поменяла много в жизни людей, с которыми она соприкасалась. Даже самые угрюмые люди изменились. Да, 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 самые угрюмые. Второе — эмоциональное здоровье. Да. Эмоциональное здоровье немаловажно. И это вот начинается образ мышления, который влияет на наше эмоциональное здоровье. Эмоциональное здоровье, оно… Вот если у нас мысли, скажем, где-то в голове, то наше эмоциональное здоровье — это где-то вот наше сердце, да? И Писание говорит, больше всего хранимого, что храни сердце своё, потому что из него источники жизни. И оказывается… Как хранить? Как хранить? Да, вот это очень важно, как хранить. Во-первых, все мы подвергаемся каким-то эмоциональным травмам жизни. И если человек не пережил эмоциональное исцеление, то его путь к оптимальному здоровью будет очень сложным. Люда, вопрос… Независимо, какие бы там он витамины, препараты не пил, а вот если у него в душа болит… Да. Депрессия — это душевное заболевание или всё-таки физическое? Это душевное заболевание. Но почему-то доктора говорят, что это физическое заболевание, что там кислоты много в мозгах или что-то такое. Оно давит на человека. Человек чувствует себя очень плохо. Есть физического порядка вещи, которые… Дело всё в том, что когда мы начинаем мыслить негативно, у нас наш мозг, он имеет неврохимический состав, да? И когда мы начинаем мыслить негативно, у нас появляется определённое, как сказать, выделение, наш синтез протеина происходит в организме, все процессы начинают либо позитивно, либо негативно происходить в организме, если мы мыслим негативно или позитивно. То же самое, когда у человека, например, страх, да? Или какую-то боль, обида. Очень тяжело называть, где это находится. Но это практически парализует. Если человек испытывает страх, оно парализует всё тело. То есть оно воздействует на весь организм. И это выражается в физической форме. Если человек находится в состоянии каких-то переживаний, и у него появляется депрессия, да, то это чаще всего начинается с мышления и переходит в эмоциональную форму. Но также есть и физического плана. Когда мы кушаем неправильную еду, неправильная еда не способна сделать неправильную еду, она создаёт определённую атмосферу в нашем мозге. То есть наш химический состав в мозгу меняется, то есть происходит определённого порядка заболеваний, и таким образом депрессия может быть физическим заболеванием. Поэтому эмоциональное состояние очень экстремально важно для нас. И каким образом мы можем... Чаще всего проблема эмоциональная — это непрощение. когда у нас кто-то обидел, и мы носим эту боль в себе, горечь, обиду, и когда у нас происходит непрощение, или мы не прощаем себя, или мы не прощаем других. И вот, то есть Бог хочет, чтобы мы прощали. И когда мы прощаем, у нас происходит исцеление, да. И очень часто люди говорят, вот, простите там других того-того, а упуская тот момент, что им необходимо простить также и себя. И очень часто дьявол как раз находит человека на том, что он простил уже всех вроде как, а вот себя не может простить. Как это я так мог поступить? Это своего рода тоже гордость. Так что очень важно, чтобы мы научились прощать. И ещё интересная вещь, которую я хотела сказать в отношении эмоционального здоровья, то есть прощение — это канал для души, чтобы быть свободными и здоровыми. И также очень важный момент, хочу сказать, в отношении нашего эмоционального состояния — это от зависти люди стареют, от обиды болеют, от злости тупеют, а от любви молодеют. Люд, нескромный вопрос. Насколько лет я выгляжу? Началось. Так, интересно, ты меня умной считаешь, либо глупой? Один раз человек сказал девушке возраст, я решил, ну, комплимент. Она говорит, неужели я так глупо выгляжу? Да-да. Так что не знаю. Но вообще в отношении эмоций раненое сердце, душевные раны будут препятствовать нам быть эмоционально здоровыми. То есть душевные раны, они приходят в нашу жизнь. Мы раны получаем с самого детства. Кто-то что-то сказал, кто-то как-то поступил с нами. Мне кажется, даже если ты будешь чего-то добиваться в жизни, чего ты хотел, и у тебя есть какие-то раны в сердце, ты даже не будешь по-настоящему доволен этим успехом. И даже если ты попытаешься отомстить человеку, который тебя обидел, когда вот уже месть, выпьешь вот эту чашу мести, добился своего, да? Добился, все равно как бы ты не получишь удовольствие, потому что, ну, это совершенно не Божий закон. Да, Бог поставил определенные принципы, и если мы не следуем этих принципов, Бог сказал, прощайте, как и я простил вас, да? То есть Бог простил нас, и мы должны научиться прощать. И вот буквально весной у меня одна женщина знакомая, она прошла очень тяжелый путь, у нее были очень тяжелые травмы душевные, эмоциональные, и она не могла простить себя. Она простила других людей, которые причинили ей боль, но она не могла простить себя. И что у нее был рак, и она прошла разные там процедуры, разные лечения, ну, что только не делала. Но вот это непрощение, которое она имела к себе, вот когда я соприкасалась с этой женщиной, я видела, у нее как вот мешок вот здесь вот сидит, и она вот это тащит на себе. И люди, которые присутствовали у нее дома, были перед ее смертью, они говорят, она вот перед самым простила, перед самым уходом она простила себя, она говорит, все же я прощаю себя. И говорит, вот как будто мир Божий наполнил, и почувствовалась вот эта вот легкость. Это тяжесть, которая все же погубила его. Поэтому я очень хочу обратиться к телезрителям, чтобы прощайте, прощайте других, прощайте себя. Не носите этот багаж, этот груз, который Бог хочет, чтобы мы его не имели в своей жизни. И это только принесет нам исцеление. Люда, бежим дальше. Время у нас как бы немилосердно. Итак, третий закон — это целостность. Целостность, да. Очень часто люди, когда обращаются в отношения здоровья, когда идет речь о здоровье, они говорят, вот, ну, какую таблетку выпить, какие там витамины, какую еду есть. А есть таблетка от всего? Хотелось бы, да. Но целостность — это что-то, что идет совокупление в себе дух, душа и тело. Человек может посвятить свое время именно тому, чтобы заботиться о физическом теле только лишь и совсем упускать состояние души и духа. Но все начинается с духа. И когда у нас есть правильные приоритеты, когда исцеление нашего духа приходит тогда, когда мы налаживаем свои отношения с Богом. Когда у нас не налажено отношение с Богом, ничто не сможет нас удовлетворить. А налаживание отношений с Богом происходит тогда, когда у нас есть определенные ступени, которые мы делаем. Это человек делает в общении с людьми, которые уже в этом имеют опыт, и которые направляют их, как это сделать. Я вчера как раз общалась с одной женщиной, и мы как раз поднимали вопрос именно о том, что если тебе тяжело, найди человека, которому еще хуже, и помоги ему. И ты при этом будешь получать исцеление тоже. Вот почему работает этот закон? Дело все в том, что Богом заложен закон, что мы нуждаемся друг в друге, и когда мы начинаем служить друг другу, мы видим, что оказывается, моя ситуация не так-то и плохая. Кому-то бывает еще хуже. Да, да, да. И хочу также сказать, что субстанция нашего естества соединяющая нас дух с духовным миром, с Богом и с нашим Творцом. А душа — это субстанция нашего естества, соединяющая нас с самим собой и проявление нас с окружающим миром. А физическая субстанция нашего естества, в которой обитает дух и душа. То есть физическое тело — это всего лишь одна из субстанций. И нам очень важна целостность. И вот что интересно, в 1 Филосфалоникийцам 5.23 написано, «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранятся без пороков пришествия Господа нашего Иисуса Христа». То есть Бог хочет, чтобы у нас была вот эта целостность. И до тех пор, пока у нас не будет целостности, и когда вот мы достигаем общения с Богом, начинает налаживаться, приходит тогда и душевное исцеление. Тогда начинает приходить душевное здоровье. И когда у нас налаживалось душевное здоровье, мы можем видеть, «О, вот это я делаю неправильно, вот это мне нужно изменить». И когда мы начинаем посвящать время к самообразованию, мы начинаем искать путь, путём правильного мышления, путём эмоционального здоровья, путём целостности, мы начинаем видеть результаты в своей жизни. Я бы хотела сказать немного о себе, что я годами занималась самообразованием, но полное удовлетворение я только чувствовала тогда, когда я отдаю то, что я принимаю, и отдаю вот более счастливого человека, вот как говорится, меня нет только, как сказать, я очень счастлива, когда я, например, еду на миссию, когда я могу отдать людям что-то, что именно вложил Бог. И я понимаю, что что-то заполняется, что какое-то вот конкретное удовлетворение ты чувствуешь. Дело всё в том, что Бог хочет, чтобы мы выполнили. У каждого из нас есть своё предназначение и призвание в этой жизни. И когда мы находимся в своём призвании, то, к чему призвал нас Бог, только тогда мы будем целостными, только тогда мы будем чувствовать себя в гармонии. И также хочу упомянуть, что есть такая ошибка у людей, которые они допускают. Они чувствуют где-то неполноценность, вот эту целостность они не приобрели ещё, они начинают в других искать. И есть люди, которые вот у них нету, то есть человек у него, его взросление, его уровень ещё не дошёл к тому, чтобы быть в состоянии целостности. Эти люди, они всегда должны быть в каком-то обществе, то есть они не могут остаться наедине с самими собою. И вот целостность — это также обретение контакта с каждой частицу самого себя. То есть когда мы начинаем вникать в себя, Писание говорит, «Вникай в себя», да? А не в других. Вот, то есть когда мы начинаем вникать в себя, и мы видим, что… То есть это одна из частей, то есть когда мы в служении, когда мы вникаем в себя, есть категория людей, которые находятся только в служении, да? И они забывают, и они тогда вот находятся, и они видят, они только там, и они не занимаются самообразованием, да? Вот это другое упущение. Тогда они упускают вот этот момент, где они не могут остаться сами с собой. То есть это тоже очень важный момент, что нам очень важно на это уделять внимание, это оставаться самим собой, с Богом наедине, искать Его лица, находиться в Его покое, в Его любви, в Его присутствии. Бог создал нас для любви, и Он хочет, чтобы мы находились в Его присутствии, в Его любви, наполнялись Его любовью. И когда мы наполняемся любовью, у нас приходит целостность. Следующий, следующий пункт у нас — воздух. Да. У нас не... Мы никогда не замечаем воздух, пока, грубо говоря, кто-то не испортит, да, воздух? Когда мы начинаем его ценить конкретно, либо когда мы ныряем под воду, и мы реально понимаем, что мы... Если максимум кто-то минуту может продержаться, то это уже очень хорошо. Пару секунд мы можем жить без воздуха. Именно как раз вот в этих 10 принципах воздух стоит, ну, и в физическом плане, да, воздух стоит на первом месте в отношении воды и питания. То есть, например, без еды мы можем прожить 40-50 дней, там, да, без воды, ну, несколько дней всего лишь, а без воздуха всего несколько минут. То есть воздух — это то, что происходит, когда человек рождается. Мы вдыхаем, и у нас... То есть дыхание пошло. Я видела как-то вот в одной передаче, что если употреблять правильное дыхание, во-первых, это для певцов очень важно, развивает очень голосовые связки, а во-вторых, можно похудеть, если правильно дышишь. Потому что, особенно если воздух наполнен кислородом, можно правильно заснуть быстро. Это всё как бы методики воздуха. Это не просто вот мы дышим, но... Да, то есть в принцип воздуха входит правильное дыхание. И очень важно, мы не задумываемся об этом, и как проблема на сегодняшний день заключается в том, что люди очень мало двигаются. и когда мы мало двигаемся, мы сидим, и мы просто тогда, в этот момент мы не дышим глубоко. И большинство людей, которые находятся в сидячем состоянии, это привычка 21 века, сел в машину, пришёл домой, сел за стол, сел в кресло, на диван. То есть человек передвигается, всё время сидит. И один доктор даже сказал, что один из вредных инструментов или вещей в нашем обиходе, это наш стул, на котором мы сидим. То есть человек, получается, у его организма застой происходит, когда он не двигается. Когда мы не двигаемся, у нас нет необходимости глубоко дышать. И тогда у нас происходит неглубокое дыхание. Таким образом, наши клетки не обогащаются кислородом. И поскольку мы не обогащаемся кислородом, таким образом, происходят метаболические процессы, нарушаются, и начинаются развиваться разные болезни. Поэтому если человек... В первую очередь, это наверняка пищеварение. Конечно, да. То есть это пищеварение, ну и, как говорится, вся коммуникация клеток в организме происходит от наличия кислорода. Если очень мало кислорода в организме, например, раковые опухоли, они просто процветают в организме, где мало кислорода. Доктор Отто Уорбург в 30-м году взял Нобелевскую премию, доказав, что в среде, которая богата кислородом, которая щелочная среда, которая незакисленная среда, болезни не способны существовать. То есть это уже доказано много-много лет назад учеными. И воздух нам необходим. Очень важно, чтобы люди очень часто находятся в помещениях, мало выходят на свежий воздух. Очень важно ежедневно проводить время на свежем воздухе, выходить, проводить время прогулки делать. И это очень критически важно. Иногда люди говорят, ой, вот некогда, некогда, да, а потом начинают заболевать. И также часто у меня люди говорят, вот какое самое дешёвое лекарство? Я говорю, самое дешёвое лекарство? Выйдите на улицу и походите час. Если человек начнёт ходить каждый день хотя бы 30 минут в день, он увидит невероятные изменения в своём здоровье. То есть человек начнёт себя лучше чувствовать, его мозг начнёт лучше работать, то есть все органы начнут лучше работать. И для нас очень необходим также и чистый воздух. Чистый воздух в помещениях, где мы находимся, для людей, которые проводят много времени в помещении, очень важно, чтобы очищать воздух. Специальные очистители воздуха были. Открывать форточку, проветривать помещение. Если, конечно, человек живёт у проезжей части, ему внутри нужно иметь определённую фильтрацию. И также очень эффективно работают эфирные масла. Когда человек распыляет эфирные масла, они уничтожают бактерии в воздухе. И таким образом микробы, и воздух становится легче для дыхания. Опять же, нужно знать, какие можно использовать, потому что некоторые они бодрящие. Если вы на ночь распылили, будете потом прыгать всю ночь. Либо если вы утром распылите именно которые на сон грядущий, то будете как варёные ходить. Для этого тоже также нужно этому научиться. Опять же, идём на пункт выше, самообразование. Абсолютно. Так, следующее у нас идёт строка. Это вода. Кстати, я хотела сказать за воздух. Упражнение очень хорошее, которое я могу порекомендовать. Залезай, показывай. Значит, это очень просто. Это упражнение, когда человек начинает вдыхать брюшиной и вдыхает глубоко, считывая, стараться до десяти. Ну-ка, попробуй. Нет, это делается носом. Носом нужно? Да, то есть глубоко, закрытый рот. Вот это вдыхаешь, потом ты, когда вдохнул, ты считаешь, то есть это делается медленно. Я каждое утро просыпаюсь, у меня форточка открытая, я с открытым окном, я начинаю дыхать, и таким образом свежий кислород поступает. Ты, скажем, досчитал до десяти, потом ты задерживаешь воздух, кислород, в течение десяти секунд, и потом выдыхаешь десять секунд. То есть это как бы буква ИП. Вдыхаешь, такое же количество держишь, такое же количество выдыхаешь. А певцы, они вдыхают несколько раз, ну, скажем, пять раз. То есть есть разные упражнения. Выдохнули. Получается, открываются все легкие, и сразу же такой прилив, сейчас под обморок. То есть есть, да, много разных упражнений, и это одно из упражнений, которые легко делать. И, то есть я знаю очень много упражнений, но это просто одно из них, которое я рекомендую. Человек хотя бы начнёт с трёх, с четырёх досчитывать постепенно. И это не делается в суматохе. Это человек должен успокоиться, глубоко вдыхать, задержал, выдохнул. У меня иногда бывает, когда я нахожусь в покое, я могу и до 20 досчитать. Вдыхаю, задержала, выдохнула. То есть, ну, это в среднем рекомендуется вот 10-10-10, да? То есть это вот такой вот… Давай поговорим о воде сейчас. Вода. Вода, как говорится, без воздуха мы можем прожить всего несколько минут, без воды всего несколько дней. И вода является очень важным элементом для нашего здоровья. И если мы… Практически всё живое, оно должно… неспособно существовать без воды. Вот у вас в Орегоне, конечно же, воды хватает. У вас всё орошается ежедневно дождём. Почти. Поливается. Всё так свежо, зелено. Вот вам бы нам как-то вот водички-то передать. Сюда, да? Да, конечно, в Калифорнии сейчас тема о воде очень актуальная. Вода, земля состоит на 75% из воды, и организм человека в среднем состоит на 75% из воды. У нас даже кости состоят из воды, большинство. Мозг, например, на 90% состоит из воды. То есть при рождении ребёнок его организм практически на 90% состоит из воды. Развитие ребёнка происходит в околоплодных водах, да? То есть ребёнок, его среда обитания, перед тем, как он рождается, это вода. Вода является жизнью для человека. Если нет воды, жизнь не может существовать. Опять же, по доктору Отто… Ворбург. Вот. Он доказал, что нужно ещё пить щелочную воду, да? Абсолютно. Да, на сегодняшний день многие люди пьют воду, которая не усваивается организмом, которая находится в межклеточном пространстве. И если человек не пьёт правильную воду, которая на сегодняшний день наполнена очень многими элементами, очень много гормонов в воде, которые, попадая в организм, начинают приводить человеческий организм к гормональному дисбалансу. Меня удивляет, как люди просто подходят, включают кран и пьют воду из-под крана. То есть это очень-очень опасно. Ты знаешь, вода в последнее время начала пахнуть какими-то таблетками, честно, как медициной какой-то. Вот именно из крана. Да. Наверняка это потому, что туда добавляют очень много разных химикатов, чтобы очистить воду. Используется много химикатов, но также… Запах ужасный. Люди, которые принимают капсулы, которые не растворяются, supplements, то есть пищевые добавки, они не растворяются, и они попадают в водяную канализацию, и потом они в системе, как это, очищения. То есть они попадают, и они находятся в воде. На сегодняшний день, когда делается тестирование воды, в воде находится очень-очень много вредных элементов. И когда проводили обследование воды, именно вода, она имеет кластеры. И когда вода кластерилизуется, там находятся молекулы, кластеры состоят из молекул. То на сегодняшний день в воде, которая из-под крана, бывает до 100 молекул в кластере. Это очень… А у нас организм способен только лишь перерабатывать кластеры, которые состоят из шести молекул. То есть если у нас вода, она, так сказать, толстая, и она не проникает в клеточки, она просто зашла и вышла. Она не напитала организм. И когда я, ну, по своей работе у меня была возможность наблюдать, что происходит в кровяном русле человека, то люди приходят и говорят, я пью 2 литра воды в день. А когда мы смотрим на тестирование, у человека вообще очень обезвожен организм на клеточном уровне. А для нас что важно? Что происходит у нас в организме на клеточном уровне? То есть это очень важный момент, чтобы люди в день пили правильное количество воды. И вода, когда мы говорим о воде, это чистая, прозрачная вода. Это не кофе, не чай. Кстати, кофе очень сильно обезвоживает организм. Если человек выпил чашечку кофе, ему нужно обязательно стакана 2-3 выпить воды. И, конечно, щелочной воды, чтобы нейтрализовать кислотность. Как расщепить воду, как расщепить эту воду, чтобы она стала тонкой, чтобы она усваивалась? Есть технологии, которые можно устанавливать в доме. Она фильтруется, вода обрабатывается, структурируется вода. Я предпочитаю, чтобы были такие, так называемые, ионизаторы, которые очищают воду и которые реструктурируют воду. И тогда эта вода, она, попадая в наш организм, она усваивается легко организмом. И, кстати, в нашем организме, если вода попадает вот с-под крана, который очень такой состав имеет, что кластеры очень толстые, то тогда оно не проникает. И организмом затрачивается огромное количество энергии, чтобы просто даже пытаться переработать эту воду, чтобы каким-то образом хоть где-то как-то усвоить эту воду. На самом деле, к чему я пришла, что быть здоровым — это дорого, а больным — это ещё дороже. Это правда. Поэтому лучше вкладывать в своё здоровье, чем в свои болезни. Абсолютно. Давай следующие, потому что, опять же, у нас летит просто, летит. Питание. Питание. Очень важно питаться, да? Сколько раз в день нам нужно питаться? Я рекомендую людям обязательно питаться, ну, в среднем три раза в день. Вот, в зависимости от состояния человека. Если у человека есть проблемы со здоровьем, есть определённые регуляции в отношении, какое количество раз он в день питается. Питание играет очень важную роль. И что интересно, если мы смотрим в Писании, то у меня была передача в отношении питания, да, мы говорили уже на «Импакте» об этом, то питание, если мы посмотрим в бытие, мы видим, что грех пришёл в мир от того, что человек вкусил. И в «Откровении» мы смотрим, что пришло исцеление от деревьев, которые были листья и плоды были для исцеления народа. Ну, с едой много что связано в Библии. Даже взять тех же самых седрах, мясах и авдинага. Они лучше всех выглядели, потому что у них была прописанная диета. Да, они не желали питаться с царского стола. Очень часто сегодня люди смотрят, что происходит вокруг. О, этот делает это, и я могу, значит. Есть моменты, когда, ну, если мы там на празднике, что-то чуть-чуть взяли, съели, это одно. А праздников у нас каждую неделю по три. Ну, это тогда уже в таком случае, если человек постоянно на праздниках, конечно, он должен следить. Если человек не так часто на праздниках, то иногда можно позволить себе кусочек торта, кусочек чего-то. Но вообще в ежедневном рационе должно у нас быть как минимум 80% живой еды. Что значит живая еда? Это еда, которая не переработана, не прошла термическую обработку. Это салат, это овощи, это травы, это зелень, это свежие орехи, то есть это всё, что живое, свежее, то, что мы можем посадить, и оно будет расти, скажем. То есть то, что несёт в себе жизнь. Когда уже продукт прошёл термическую обработку, там осталось очень мало полезного. И когда люди едят много переработанной еды, которая прошла термическую обработку, тогда эта еда уже меньше питательных элементов имеет. И тогда человек начинает иметь проблемы, если он много такой еды кушает. Так, дорогие телезрители, если вы хотите больше узнать именно о здоровом питании, мы уже как-то с Людмилой засняли телепередачу. Вы можете найти её на Ютьюбе. Здоровая, как мы называли? Основа здорового питания. Да, да. Найдёте эту телепередачу либо на impacttv.tv в архивах, либо на Ютьюбе. Замечательная передача. Вы даже посмотрите, как делать правильные шейки, какую еду, когда лучше принимать. Один момент хочу сказать во время, в отношении еды. Это что люди даже, которые пытаются начинать здоровый образ жизни, они говорят, о, всё, я начинаю салат. Я сажусь на салатах, сижу на салатах. Очень часто они забывают о том, что начинают просто вот салатик поел, поел, и поел чуть-чуть причём. И когда чем меньше мы начинаем есть, у нас желудок садится, и мы вот пришли, поклевали. Забывая о том, что нам необходим правильный рацион еды в день. И я также очень убедительно людям говорю, что неважно, какое у нас здоровье на сегодняшний день, страдаем мы или не страдаем здоровьем, то есть не страдаем болезнями, и у нас хорошее здоровье на сегодняшний день, как профилактика, мы должны каждый день выпивать хотя бы один стакан сока. А за лучшее это 3 стакана в день с тем, что сегодня находится вообще в пище. Нам необходимы соки, чтобы наш иммунитет был в форме. И питание у нас должно быть обязательно пробиотики, энзимы, углеводы, белки и жиры. Если человек не имеет какие-то из этих 5 элементов, у него пищеварение будет страдать, его иммунитет будет страдать. Наверняка хотелось бы еще обратиться к худеющим всем людям, потому что все хотят почему-то худеть, стройнить, хотя уже сейчас в моду вошло наоборот, как бы size plus, как говорится. Чтобы все худели с умом, занимались физическими упражнениями, чтобы все в рационе присутствовало, потому что люди будут просто падать в обморок, либо потом заработают себе еще кучу болезней. Или какие-то белковые диеты, когда печень уже вообще, она и так загрязненная. И еще мы туда всего, так сказать, нагрузили. Очищение организма. Как раз я хотела тебе спросить об этом. Важно ли это делать сколько раз в год? Ну, хотя бы один раз в год. Желательно весной и осенью делать очищение организма. Например, очищение именно пищеварительное. Пищеварительного тракта. Тракта, да. Обязательно. Наша печень, на сегодняшний день у нас должен быть образ жизни, чтобы очищать свой организм. Статистика говорит, что за одни сутки человек получает количество токсинов, которое предыдущее поколение получало за один год. То есть это большая разница, что мы сегодня... Иногда бабушке говорят, да я все ела. Она не ела то, что мы едим сегодня. Ой, да мне вы, что вы тут со своими всякими придумываете. Бабушка не пила кока-колу, пипси-колу и все эти напитки, да? Ну, смотри, какая бабушка, может, там была какая-нибудь продвинутая бабуля. Но в то время, как говорится, предыдущее поколение, они не имели такого, да? Они класс пили свой. Домашний. Значит, смотри, важно очищать пищеварительный тракт, печень, почки. И самое главное, очищать свой разум. Абсолютно. Ну, вот все это взаимосвязано между собой, потому что если будешь неправильно питаться, у тебя будут плохие мысли. И бывает от плохого питания бывают плохие сны. Абсолютно. Но утром встаешь и говоришь, какой плохой я сон видел вообще. Оказывается, наелся на ночь, да? Да, наелся на ночь. Всего подряд. И дело все в том, что вот у меня программа есть, 14-дневная, называется программа детоксикации и обновления организма. Скажи, наши телезрители могут тебе звонить, консультироваться? Да, пожалуйста, могут позвонить. Мы потом высветим Людмиле номер телефона, либо имейл, чтобы вы смогли просто с ней связаться. Давай мы дальше бежим в солнечный свет. Да, на сегодняшний день люди говорят, о, нужно прятаться от солнца, нужно мазаться всякими кремами. И вот бегут, бегут, бегут от солнца. Дело все в том, что когда мы получаем солнечные лучи, мы получаем определенное количество энергии. И солнечные лучи мы должны получать как минимум 20 минут в день. В Орегоне, конечно, у нас это меньше. А как насчет пигментных пятен? А тогда это уже получается тогда, когда человек находится в неправильное время на солнце. На солнце мы должны находиться до 11 часов, в зависимости, где человек находится. Да, до 11 часов утра и после 3-х часов, после 4-х часов дня. Если человек находится, а очень часто люди вышли как раз в 2 часа дня, в час и ходят себе, намажутся кремами и ходят по солнцу. А крема уже как слону дробина, да? И эти крема, которыми мажется человек, они мало того, что нам необходим витамин D. И на сегодняшний день есть целое научное исследование, которое подтверждает, что люди, у которых раковые заболевания, у них серьезная недостаточность витамина D. Нельзя ходить в солярий? Нет. Нужно выходить на солнце и получить правильные солнечные лучи, которые будут давать нам необходимую энергию. Дальше, физические упражнения. Мы об этом немножко говорили, когда вот именно затрагивали воздух. Да. Но это очень важно. Наверняка, есть ли отличия между бегом и между просто ходьбой? Конечно, есть отличия. А что лучше? И нам необходимо и то, и другое. И нам необходимо каждый день хотя бы 20 минут давать нагрузку, где мы у нас начинаем глубоко дышать. И это как раз вызывает то состояние, когда у нас мы начинаем дышать. Потому что когда человек 100 лет назад, люди что, они шли и коровы пасли, они проводили очень много времени на воздухе. Ну, богатыри-то. Вот. И эти люди были намного здоровее, с одной стороны. Были там другие проблемы, когда у человека было недостаточно питания, да, там были бедствия разные, сложности с питанием. Но люди, которые проводили много времени на свежем воздухе, они были здоровыми, намного здоровее. И человек создан для того, чтобы проводить какое-то время в движении нам необходимо проводить. Мы не созданы для того, чтобы сидеть. И также рекомендуется обязательно каждый час, если мы сидели час, то нам нужно через час создать какую-то активность и движение. Также хочу сказать мамочкам, которые в доме, наши русские прекрасные женщины, они, вот я весь день топталась-топталась, устала, ноги болят и начинают охать-крёхать. Когда мы топчемся по дому, это одно, нам нужно выйти на воздух, пройтись, пробежаться. То есть это очень-очень необходимо делать мамочкам, независимо, вы будете себя лучше чувствовать, если вы будете выходить на свежий воздух и давать себе физическую нагрузку, где у вас происходит именно нагрузка, кровообращение улучшается. Когда мы делаем физические упражнения, растяжки очень важно делать, приседать. Также очень хороший метод упражнений — батут. Вау! Если человек прыгает на батуте, у него происходит противостояние гравитации. То есть мы идём против гравитации, у нас двигается лимфа в организме. И таким образом у нас улучшается кровообращение. Если мы прыгаем на батуте, то получается, двигается лимфа, начинается движение во внутренних органах, пищеварение улучшается. И доказано, что если человек прыгает на батуте где-то минут 8, это всё равно, что 30 минут бега. Вау! Замечательно! Я также ещё слышала, что очень важен массаж. Это очень важно. Чтобы расслаблялись мышцы. Да, но это уже у нас не к физическим упражнениям, это мы, может сказать, несём к отдыху. Поехали отдыхать. Очень интересный момент, вот девятый принцип, это полноценный отдых. И массаж — одна из вещей, которая помогает нам расслабиться и отдохнуть. Также очень важный, важный, важный момент, который также я хочу обратить к нашим радиослушательницам. Теле. То есть телезрителям, извиняюсь, я забыла. Это то, что многие женщины, большинство русскоговорящих женщин наших, драгоценных, они говорят, ой, я сова. И лазают до двух, до трёх часов ночи, а потом утром еле-еле встают. Дело всё в том, что у нас существуют так называемые биологические часы. И если мы не легли вовремя спать, определённые процессы восстановления не происходят в нашем организме. Как таковая эндокринная система восстанавливается в промежутке с 9 до 12 часов ночи. Если женщина не легла в это время спать, она пьёт гормональные таблетки, что ещё там делает, а метаболизм нарушается, потому что гормоны у неё неправильно работают. В дополнение ко всем стрессам и всему-всему, она ещё и не ложится вовремя спать. И что интересно, время, которое мы спим с 9 до 12, каждый час засчитывается, как если бы мы спали 2 часа после 12 часов. Так что всё, что мы получаем сон до 12 часов, лучше, я говорю, встаньте в 5-6 часов утра. И вообще доказано учёными, что если человек ложится в 10 часов, скажем, 9, не всегда легко это сделать, но если человек ложится в 10 часов, он способен вставать в 5 часов, получается 7 часов сна. Это будет предостаточно для его восстановления сил. Если женщина встала в 5 часов, она много успеет. Как насчёт того, что у многих сейчас в наше время нарушен мелатонин? Это существует, потому что люди... Как его как бы возобновить? Во-первых, нужно сделать очищение организма, детоксикацию организма, потому что очень большое количество мелатонина вырабатывается именно в кишечнике. Если кишечник не работает правильно, если нарушена функция пищеварительного тракта, то, конечно, человек не сможет... у него не будет вырабатываться правильно мелатонин. Я заметила, что люди, которые проходят у меня 14-дневную программу очищения, детоксикации организма, у них восстанавливается сон. Это одна из позитивных результатов очищения организма. Людмила, я еду к тебе в гости на 14 дней. Хорошо. Договорились. Дорогие друзья, вы все слышали, что Людмила меня пригласила. Вернее, я сама напросилась, но я еду. На самом деле у меня всё хорошо, с основным. Дело в том, что из-за того, что я под шумок сразу же проконсультируюсь, из-за того, что я очень много путешествую, биологический сон всё-таки как-то нарушается, и очень хочется отдохнуть, и вот отдохнуть вот так капитально. Да, если мы, скажем, вот путешествовали, у нас произошли нарушения, то очень правильно сделать потом глубокую очистку организма. Просто выделить для этого несколько дней времени и рестартануть свои биологические часы. Но вот продаются ведь таблетки, мелатонин называется. Да, можно принимать мелатонин, но это просто не до конца решает проблему. Нужно идти в корень проблемы. Конечно, как решение временного порядка, зато можно использовать мелатонин. Я использую мелатонин, если это необходимо. Итак, последнее у нас — чистый окружающий быт. Да, чистая окружающая среда — это чистый быт. Чистота быта — это когда люди слышат о быте, что такое быт, значит, типа, связано что-то с домом, вот там навести порядок, чистоту. Это является одной из аспектов чистоты быта. Но чистота быта — это включает в себя наш окружающий мир. Это люди, которыми мы окружаем себя. Это химикаты, которыми мы окружаем себя. И на сегодняшний день существует более 80 тысяч вредных химикатов, которые воздействуют на организм человека. И наша задача — оградить себя. Также существует такое понятие, как электросмог. То есть люди используют электронику постоянно, ложатся спать с электроникой. Кстати, я очень рекомендую людям, чтобы как можно дальше ложили свои мобильные телефоны от себя. Я слышала, минимум 3 метра от себя. То есть это очень важно, чтобы восстановительный сон был, чтобы восстановительный отдых был. И, кстати, я немножко вернусь в отношение сна. Это очень важно, чтобы мы днём также немножко брали время для отдыха. Это также очень важно. На 10 минут прилечь именно горизонтальную позу занять. Людмила, у нас осталось буквально 2 минуты. Очень хотелось бы, чтобы ты пожелала нашим телезрителям дорогого нашего телеканала «Импакт» всё, что ты хочешь пожелать, оставила свои координаты, и мы на этом закончим нашу передачу. Я хочу пожелать вам, дорогие телезрители, чтобы у вас была чистота быта. Это последнее, на чём мы остановились. И я хочу, чтобы вы окружили себя правильными людьми, чтобы вы очистили свои дома, свою жизнь от всего нечистого, очистили свой организм, очистили свой дух, душу и тел от всего нечистого, от всего, что не славит Бога. И соблюдали те принципы, которые заложены Богом, которые неизменимы. И чтобы вы следовали этими принципами, придерживались этих принципов, исследовали их, и чтобы у вас было оптимальное здоровье, и чтобы связаться со мной, вы можете позвонить по телефону 503-777-0011. И у меня есть веб-сайт, называется healthystyle.me. Будьте здоровы! Всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова